Всем привет дорогие друзья! В данном видеоролике мы с вами поговорим про интересную тематику, а именно про работу в Польше и какие тенденции и опасности она может нести, вот эта тенденция. Так вот, сегодня мы поговорим о том, что сегодня рабочие места в Польше, которые подразумевают простой физический труд, которые ранее в основном они заинтересовывали в основном только иностранцев, сейчас на них все больше начинает претендовать именно поляков. Так вот, что это может нести, почему так происходит и какие опасности за этим стоят. Сегодня мы обсудим с вами эту тему. А перед тем, как продолжить видеоролик, как всегда хотел бы напомнить, что внизу в описании под видео есть группа Viber с работой в Польше. Подписывайтесь на эту группу, чтобы не пропускать самые актуальные и интересные вакансии. А мы начинаем, поехали! Так вот, первое, с чего бы хотел начать, это, конечно же, про статистику безработицы за июнь. Так вот, за июнь статистика по безработице, она побила все рекорды и составила 4,9%. Последний раз такая статистика была в 1990 году. То есть, на данный момент 818 тысяч безработных в Польше. Хотя, буквально недавно эта цифра была миллион и выше. То есть, с учетом того, что сейчас не выпускают мужчин из Украины и большинство вакансий, они не занимаются теми, кем занимались ранее. Но в любом случае, сейчас идет тенденция к тому, что все меньше безработных в Польше и все больше вакансий занимается. Так вот, основной материал, основная статья, которая буквально была недавно опубликована на польском портале. Это PULSH.PR, где авторы провели ряд интервью с экспертами кадровых агентств и порталов, посвященных работе. Где большинство специалистов сошлись во мнении на том, что сейчас большинство поляков все-таки начали обращать внимание на вот такие работы, которые ранее ими не рассматривались. Так вот, почему так происходит на данный момент? Так вот, как я сказал ранее, сейчас не выпускают из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. И, конечно же, работодатели сейчас заинтересованы в том, чтобы занять те рабочие места, где сейчас очень необходим мужской труд. Потому что большинство беженцев, как вы знаете, заехали это женщины с детьми, которые все-таки устраиваются на работы, но большинству предприятий и работодателей нужны именно мужские профессии. Так вот, работодатели готовы сейчас повышать ставки, лишь бы к ним приходили работники. Так вот, если ранее на работу без квалификации в среднем ставка была это 16 злотых, то сейчас в среднем ставка уже это 17 злотых. Поэтому зарплата выросла примерно на 400 либо 500 злотых. То есть в среднем это 3800 злотых. А если же говорить про более такая квалифицированная работа, то уже от 4500 злотых именно на руки. А также одним из подтверждений того факта, что сейчас в Польше вырос спрос на неквалифицированную рабочую силу среди поляков, также говорит аналитика и статистика именно от Google по запросам, которые оставляют именно поляки. То есть запросы сделаны на польском языке, сделаны в Польше, а также сделаны с браузера, который полностью переведен на польский язык. То есть это исключает варианты того, что иностранец искал работу на польском языке. Так вот такой спрос за последнее время он вырос на 10%. И в основном ищут вакансии это логистика, это промышленность, а также это в торговле. Так какие же опасности такая ситуация может нести именно для иностранцев? Конечно же та ситуация, что сейчас рынок труда лихорадит в Польше, это конечно же факт и это будет продолжаться еще какое-то время. Но если вспомнить, что было во время коронавируса в Польше, как только он начинался, то также с рынком происходили те же ситуации и даже было очень много новостного фона о том, что теперь иностранцев не будут пускать в Польшу, теперь им там не будет работы. Но за это время спрос на работу в Польше только вырос. Поэтому скорее всего это временное явление, которое в будущем сможет стабилизироваться. А в подтверждение этого факта, конечно же, это два самых главных критерия. Во-первых, это жадность самих работодателей, которые хотели бы заплатить как можно меньше. Поэтому как только появится возможность платить меньше иностранцам, например, то в таком случае они будут с большим энтузиазмом нанимать именно иностранцев и возможно платить меньше. А также второе, это свободный рынок труда именно для поляков на территории Европейского Союза. В любом случае зарплаты там выше, поэтому и желание поехать заработать больше будет всегда. Всегда и то, что сейчас спрос повысился на работу в Польше, не означает, что так будет всегда. В любом случае всегда хочется заработать больше. Поэтому посмотрим, как оно будет, но в любом случае это имеет временный характер. Но я бы хотел услышать именно ваше мнение в комментариях под видео, что вы считаете по этому поводу. А также если у вас остались вопросы, то в комментариях под видео, либо в телеграм-группе задавайте свои вопросы. А также, как обычно, внизу в описании под видео вы найдете ссылку для бесплатных переводов денег из Европы в Украину. По моей ссылке вы, как всегда, получаете абсолютно бесплатные переводы по всем направлениям. Поэтому используйте мою ссылку в описании под видео, либо промокод tarana, чтобы получать дополнительные бонусы. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!